Всем привет! Меня зовут Анастасия, я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео я хотела бы начать с загадки, на которую вы, несомненно, очень быстро найдете ответ. Она добилась невообразимого успеха в кино, стала музой самого Альфреда Хичкока, выиграла заветную премию «Оскар» и вышла замуж за принца. Она пример того, как может сбыться любая мечта, стоит лишь только научиться мечтать изо всех сил. Она воплощение образа изысканности, элегантности, самодисциплины и мудрости. Под такое описание подходит лишь Грейс Келли. Грейс Келли родилась 12 ноября 1929 года в Филадельфии в семье богатого промышленника. Она была третьим ребенком в семье, и она не считалась выдающейся личностью, но ее двух сестер и брата делали куда больше ставки, чем на Грейс. Ее отец Джон Келли и мать Маргарет Майер воспитывали своих детей в строгости и высоких манерах. Грейс назвали в честь ее тети, которая была мимическая актриса. Ее дядя Джордж Келли был известным драматургом и актером. Именно он посоветовал Грейс поступить в Американскую академию драматического искусства. Отец Грейс был не в восторге от выбора дочери, но так как Грейс не смогла сдать экзамены в нужный колледж, говорят, что она сделала это специально, поэтому отец позволил ей осуществить задуманное. В детстве Грейс была очень застенчивой. Кроме того, она занималась балетом, но была слишком высокой для него. Будучи студенткой Академии, Грейс подрабатывала фотомоделью, оплачивала себе полностью учебу и даже говорят, что она купила квартиру. Ее первой работой в кино стал фильм «Ровно в полдень», но Грейс сама не была довольна своей игрой, хотя именно после этого фильма на нее посыпалось множество интересных предложений. Но из таких предложений было довольно удачным. Ей посчастливилось сыграть самим Кларком Гейблом и Авой Гарднер в фильме «Магамба». Роль принесла Грейс настоящую известность и первую номинацию «Оскар». В кинокомпании MGM заключилась Грейс семилетний договор, в котором также проговаривалось, что Грейс уже не имеет права сниматься в каких-то фильмах, которые не продюсируются этой компанией. Конечно же, на съемках у Грейс Келли и Кларка Гейбла закрутился бурный роман. Нужно сказать, что Кларк Гейбл был старше Грейс Келлин 28 лет, и есть две версии, почему пара рассталась. По первой версии Кларк Гейбл понял, что все будет серьезно, ему придется на ней жениться. Он не был готов, потому что у него и так за плечами уже было несколько разводов. Поэтому он стал игнорировать Грейс, избегать ее. Второй версии говорят, что именно мать Грейс, Маргарет Келли, приехала на съемки и поспособствовала расставанию пары. Грейс была очень влюбчива, она обожала разбивать сердца. Многие из ее романов имели все шансы закончиться браком, но ее семья не одобрила ни одного из ее поклонников, потому что они считали, что никто из них не был идеальным. Хотя актер Бин Кросби, который был безумно влюблен в Грейс, как раз-таки понравился ее семье, но как только Грейс узнала об этом, она сразу же его бросила. Грейс получила свой Оскар за роль в фильме «Деревенская девушка». Давайте перенесемся в 1955 год на 27-ю церемонию Оскар. Грейс, Маргарет Келли, «Деревенская девушка». Грейс, Маргарет Келли, «Деревенская девушка». Отец Грейс не порадовался за дочь. Это атласное платье мятного цвета изначально создавалось для премьеры фильма «Деревенская девушка». В 1954 году Грейс прилетает в Париж на съемки фильма Альфреда Хичкока «Поймать вора». Альфред Хичкок в то время был самым культовым, самым крутым режиссером, и ему пришлось выкупить Грейс у MGM. Вспоминайте, я говорила о том, что когда она подписала контракт на 7 лет, ей не разрешалось сниматься в каких-то фильмах, которые не продюсировала эта кинокомпания. Грейс снялась в трех фильмах Альфреда Хичкока «Окно во двор», «Поймать вора» и «В случае убийства набирайте M». Альфред Хичкок стал ее наставником, а она его музой. Хичкок дал ей прозвище «Вулкан под снегом» за то, что при всей ее видимой холодности она могла выдавать эмоции, которые сносили людей. Говорят, что Грейс затмила собой даже Мэрилин Монро. У Грейс Келли были актерские данные намного выше. А, кстати, вы знали, что легендарная сумка Эрмес Келли впервые появилась в фильме Хичкока? И Грейс она так понравилась, что она ее уже носила везде с собой. И вообще говорят, что стиль одежды Грейс во многом был взят ею с ее фильмов, с героинь, которых она играла. Также можно заметить ее любовь к платкам. Говорят, что Грейс знала более десятка способов завязывать платки. В Париже Грейс знакомится с кутюрье Олегом Кассини, и у них разгорается роман. Кассини был известным лавелласом, но в Грейс он влюбился впервые по-настоящему, и они даже хотели пожениться. Родители Грейс сочли, что Кассини был неподходящей кандидатурой на роль их зятя, потому что он уже был разведен и был старше Грейс. Но они согласились все же подумать, при условии, что если пара пройдет испытание, полгода без встреч. Вроде как Грейс за эти полгода остыла. Карьера Грейс продлилась всего семь лет, и за это время она успела получить два золотых глобуса и Оскар, и вписать свое имя в мировую историю кино, став самой кассовой актрисой своего времени. Своего будущего мужа Грейс впервые встретила в 1955 году во время Каннского кинофестиваля. Красота, известность, скромность, аристократичные манеры, ум — все эти качества понравились Ренье. Грейс показалась князью подходящей кандидатурой на роль его жены. Говорят, что их встреча произошла не случайно. Хороший друг Ренье, Аристотель Анасис, который был в то время самым богатым человеком в мире, он посоветовал жениться на ком-то вроде Мэрилин Монро или Грейс Келли для того, чтобы привлечь внимание к Монако. Нужно отметить, что он был прав, действительно, и благодаря Грейс Монако взлетела на недосягаемую высоту. У Грейс и Ренье завязалась романтическая переписка, и Ренье решил приехать отметить Рождество вместе с семьей Грейс. Конечно, семье он понравился безумно. Грейс была на седьмом небе от счастья, она была влюблена, с нетерпением ждала свадьбу. Теперь история про кольцо. Вот здесь начинается самое интересное. Изначально принц Ренье подарил Грейс кольцо дружбы от Кортье, оно было украшено рубинами и бриллиантами. Но когда Грейс снималась в фильме, ей на съемках дали реквизит с поддельным бриллиантом, и когда Ренье увидел это кольцо, он сказал, что давай я тебе куплю настоящее кольцо с бриллиантом, и вот считается, что тогда появилось у Грейс вот это кольцо. Но также есть очень интересная история о том, что Ренье не мог позволить себе купить кольцо с таким бриллиантом, потому что у него не было таких денег, потому что Монако не было таким богатым государством. И поэтому Грейс купила его сама. Кольцо стоило 4 миллиона долларов. Говорят, что Грейс заметила, что ее коллеги по индустрии носят помолвочные кольца с огромными бриллиантами, и ей тоже захотелось такое же. Двигаемся дальше. Свадьба. Грейс в Монако встречали толпы людей, и когда Ренье подъехал на своей яхте к ее лайнеру, с неба посыпались красно-белые цветы. Которые были высыпаны из самолета, и это было сделано по заказу Аристотеля Анасиса. Сама церемония прошла в Монако, большую часть которой оплатила киноиндустрия MGM, которая сотрудничала с Грейс. Газеты называли церемонию свадьбы столетия. Платье, украшенное жемчугом, было шито дизайнером Хеллен Роуз и подарено актрисе компании MGM. Новобрачные отправились в свадебный круиз по Средиземному морю. Это был тот же подарок Аристотеля Анасиса. После свадьбы Грейс пришлось поставить точку на ее актерской карьере и приступить к самой важной, главной роли в ее жизни, роли принцессы Монако. Наверное, мы все зададимся вопросом, а была ли счастлива Грейс в браке? Со временем она поняла, что выходить замуж за человека, с которым видишься до свадьбы меньше месяца, опасно. Ренье оказался вспыльчивым, нездержанным, очень ревновал свою жену к ее популярности в Монако. Грейс смирилась, научилась спокойно переносить вспыльчивость мужа, успокаивать его и, говорят, что даже управлять им. Ну, я не знаю, насколько у нее это получалось. Она посвятила себя полностью семье и старалась быть хорошей матерью. Она занималась благотворительностью. Однажды Альфред Хичкок предложил Грейс вернуться в кино, но от съемок пришлось отказаться, и Грейс все же нашла способ вернуться на сцену. Она устраивала благотворительные концерты, на которых читала стихи, и также устраивала выставки своих коллажей и засушенных цветов. В этом видео я рассказала самые яркие, красочные кадры из жизни принцессы Монако. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.